они тебе не дали возможность разобраться ты взяла эту возможность сама я могу продавать только то что я очень сильно люблю я реально хочу заниматься рекламой так и назовем из балета маркетинг знаешь все женщины такие хорошие до свадьбы да вот что-то тебе это это прям маркетинг девочки мы все этим владеем вот вот она маркетинговая стратегия поэтому у нас сегодня главный маркетолог лена казаренко привет лен привет и бренду своему не изменяешь по стратегии это проверность по большому счету стратегия развиваться без стратегии это сто процентов мой случай я же астролог ты знаешь об этом знаешь наверняка это какая-то голливудская история абсолютно мне очень нравится этот подход мне кажется он настолько такой как сейчас модно говорить скажу в тренде экологичный вы можете стать героем или героиней интервью на миллион если у вас есть дело которым вы занимаетесь она приносит вам доход и о нем обязательно нужно рассказать всем остальным обращайтесь мы с вами состыкуемся мы приедем к вам или вы к нам и возьмем у вас интервью все наши контакты в описании под этим видео это интервью на миллион для людей и про людей которые работают и зарабатывают и сегодня у нас выпуск про зарабатывают как раз про вторую часть потому что я вам обещала я свое обещание сдержала у нас сегодня маркетолог мы сегодня говорим про маркетинг не путайте с маркетингом это разные совершенно вещи маркетинг это что-то вот в подмосковье а маркетинг это в москве поэтому у нас сегодня главный маркетолог лена козаренко привет лен привет про маркетинг и маркетинг мы с тобой потом поговорим обсудим в чем разница пошутим пока расскажи мне пожалуйста маркетинг это про что но вот когда я приехала в москву далеком двухтысячном году как раз я очень хотела идти учиться на маркетинг но мой папа сказала что ты хочешь там делать на рынке торговать и в тот момент для меня это понятие немного обесценилось и я совершенно не представляла ну что же это такое вообще и поэтому мое профильное высшее образование но финансовое я вообще финансист по еще один финансист смотрите мне кажется нам уже можно делать коллекцию профессии куда можно уйти из бухгалтерии с финансов ребята вот прям рейтинг мы обязательно сделаем тем не менее все таки хотела и ты этим занялась получила финансовое образование да я хотела и я на самом деле не подвергала сомнениям наверное родительские наставления потому что ну как будто бы для меня было важно соответствовать их ожиданиям и поэтому я отучилась пока я училась я решила что мне необходимо просто испытать проверить так сказать эмпирическим путем насколько профессия финансиста моя потому что изнутри я ощущала что что-то не то потому что еще в пятом классе на классном часу такое у нас был мероприятие в городе на рильске в лице искусства в городе на рильске да вы не ослышались да издалека приехала издалека до из севера я училась в лице искусств у нас был классный час нам действительно очень много удавалось поразмышлять на тему будущего и наш классный руководитель она вкладывала в это очень много своих сил и энергии и я помню я смотрела по первому каналу с утра пока мама наводила макияж передачу доброе утро по моему так она называлась но у нас все было три канала других в общем то и не было и там была девушка которая рассказывала о профессии рекламного агента и она так красиво выглядела и она настолько завораживающе рассказывала о рекламе и тогда только в 90-е вот эти пошли красивые картинки шампуней когда лоснящийся волокон волос после мытья там определенным кондиционером можно его называть конечно там уже до понтин правее да вот эта вот вся история компьютерная графика пошла и для меня было не оторвать я не любила смотреть никакую рекламу кроме ничего по телевизору точнее кроме как рекламу мне казалось что это какое-то отдельное произведение искусства очень много было тогда социальных роликов мне казалось что реклама это не просто то что продает а то что умеет на самом деле мотивировать и двигать большим количеством людей вызывать у них потребность влиять на их потребительское поведение в общем это было для меня каким-то отдельным миром когда я в пятом классе сказала я хочу быть рекламным агентом до конца не понимая что это значит надо мной все посмеялись сказали что-то вот как бы а еще лице искусств надо понимать что у нас были все пианисты музыканты там театралы а я занималась хореографии 9 лет ты танцевала а что танцевала хореография балет у меня балет супер и так и назовем из балета маркетинг но тебя завораживала красивая картинка завораживала красивая картинка меня завораживала насколько за короткий период времени например там 10 секунд или 15 можно очень сжато и четко донести свою мысль до потребителя почему он должен это приобрести как это вообще повлияет на его жизнь потому что красивые волосы в рекламной картинке они сразу влияют на твою личную жизнь например там что-то этим что-то и в общем это все меня действительно сильно сильно возбуждал и на третьем курсе института учаясь на финансовом отделении я решила что мне нужно срочно идти работать вообще там еще раньше пошла работать в мерчендайзинг так сказать я мало гриль в круглосуточном супермаркете по ночам чтобы мне мне очень хотелось купить себе красивую кофточку а денег особо не было поэтому я вот подрабатывала ночами в супермаркете и тоже занималась чем-то близким связанным с рекламой но только в трейде так скажем да я расставляла красиво баночки на полку помимо того что было гриль чтобы потребителю было приятно находиться в магазине ну и в общем на третьем курсе института папа меня устроил в снабженческую компанию норильского никеля где я познакомилась глубоко с 1с заведением первичной документации а потом я решила что но мне надо как-то а меня отчисляли несколько раз из института но каким-то образом то что я работала на дневную смену и училась я тоже на дневном и конечно же заваливала абсолютно все сессии у меня были огромные долги наверное весь четвертый курс я в принципе не ходила в институты я занималась тем только что я работала и когда наступил пятый курс я пришла в инст говорю ребята там же дипломную работу вроде как писать они мне сказали ты себе вообще ты ни одного зачета не сдала в четвертом ты уже отчислено как год ты где была я говорю ой да давайте я пересдам и мне выдали кипы вот таких бумажек ну мне повертели в виска сказали ну ты это невозможно вообще не в себе ну давай иди и я подготовилась и все преподавателям глядя в глаза сдала серьезно сама да со словами что типа ну я же год уже работаю я уже сама ваших студентов могу обучать но поверьте я справлюсь и мне нужно было написать у меня не было денег чтобы купить диплом и тогда повально все покупали дипломные работы и поскольку я понимала что я их и не заработаю сейчас мне нужно что-то придумать и тогда я пошла работать вообще в евросийскую торговую компанию откуда чем я занималась возила полиэтилен с шуртанского гхк и разбиралась во всей плотности полиэтиленовые крошки из чего можно лить тазика из чего сделать пакет чтобы ее продать чтобы ее продать на то есть вот здесь начали начались маркетинговые исследования твои личные начались исследования я написала подожди а диплом то ты получила диплом я получила да вот смотрите лайфхак если у вас нет денег купить диплом о высшем образовании получите его традиционным путем сдайте все экзамены причем экстерном да и идите в марк и тогда вы точно можете пойти в маркет хорошо пленку продала успешно пленку я продавала не так я вообще на самом деле человек который очень любит то что я могу продавать только то что я очень сильно люблю то во что я верю и то что вызывает во мне определенные эмоции очень теплые положительные с пленкой с этим ведь этими гранулами даже это не совсем пленка у меня ничего не вышло но вышла написать диплом на тему преференции экономических нас в странах постсоветского пространства потому что из узбекистана возить полиэтилен было тогда на самом деле выгодно за счет там определенных льгот на эту тему я написала диплом и вышла после института уволилась отовсюду и поняла что я реально хочу заниматься рекламой по-прежнему не понимая что вообще все это значит и что это значит заниматься рекламой и наверное несколько месяцев я бродила по рынку мне вся прямом смысле бродила по собеседованию как хорошая вина бродила бродила и в общем настоялась у меня не хотели брать ни в одно рекламное агентство говорили что мне давали всегда тестовое задание говорил пожалуйста возьмите меня хотя бы ну вот секретарем ну мыть полы возьмите я смогу я справлюсь слушай это какая-то голливудская история абсолютно и одно агентство в меня поверила мне взяли меня взяли мыть координатором проектов и занималась я тем что дали мне задание перечитывать письма заводчиков которые покупали педигрии и вискосы они писали благодарственные письма и эти благодарственные письма должны были выливаться в отчет для компании марса вот мне кажется это что-то типа как сейчас отзывы все постят в соцсетях да вот это было тогда когда присылали люди на почту стояли огромные мешки с этими письмами я их перебирала с удовольствием на это я делала днем потому что у меня были такие задания от моего руководителя а дальше по вечерам я была ничем не обременена у меня не было тогда семьи я не была замужем у меня не было ребенка я по вечерам залезала на сервер открывала все папки смотрела вот такой был бриф от клиента какого-то международного какой был на него ответ почему именно с такой механикой агентство пошло вообще то есть ты они тебе не дали возможность разобраться ты взяла эту возможность сама да да и мне это безумно нравилось наверное на протяжении нескольких лет я жила только работой для меня это было настолько я понимала что я на своем месте я понимала что я все хочу знать каждый термин потому что когда я приходила впервые на встречи и маркетологи они разговаривают на своем совершенно языке точно так же как бухгалтера скажи что они на маркетолог на маркет на маркет на маркетингом языке определить свой такой был таргет как вы вики поставить кипя и все что мы будем все все подожди 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 то есть вот ты все что ты рассказываешь это история абсолютно фанатская да она была фанатская откуда как ты думаешь откуда у человека появляются вот эти фанатские замашки на определенную профессию мне кажется здесь сильно влияют ролевые модели с которыми ты сталкиваешься меня как раз тогда повлияла в этом классе девушка по первому каналу которую я увидела и мне захотелось бы ты не запомнила кто это был нет уже конечно сейчас живешь в москве ты же могла бы спокойно передать ей привет как своему вдохновителю да могла бы но вспомнить это уже невозможно потому что тогда нельзя было достать телефон например сфотографировать у нас в принципе не не было телефона даже пейджера не было в тот момент вот у тебя прошла программа ты что-то зафиксировал в своей памяти но вот моей памяти таким отпечатком стало серьезно как это все круто развернулось мы сейчас поговорим о твоем настоящем потому что многим может быть непонятно почему я так копаюсь в этом ты сейчас делаешь потрясающие проекты расскажи о том чем ты сейчас занимаешься самое главное основное самое главное основное тяжелый вопрос в чем же что я делаю кому это надо так ты основная твоя позиция сейчас это маркетинг директор да маркетинг директор и на самом деле прийти на позицию маркетинг директора компании для меня тоже было таким же наверно отчаянным шагом как когда-то приключиться с финансов на агентство в агентстве проработала больше наверное 2005 года по 19 это получается 14 лет да 14 лет то есть агентство отличается от позиции маркетинг директора тем что в агентстве ты с разными заказчиками общаешься и у тебя картинка в серии меняется и ты собственно говоря занимаешься конкретно тем что ты любишь придумываешь рекламные ходы и выходы реклама двигатель торговли реклама двигатель безусловно эти посылы которые в нее закладываются это на самом деле инструменты способные менять мир я фанат например рекламных компаний proctor and gamble потому что они очень большую социальную роль отводят например семье или маме какой твой любимый ролик это ролик посвященный спонсорству олимпийских игр про маму когда мамина поддержка закладывает чемпиона его чемпионство и будущие медали по сути и это здоровская социальная роль на которая подсвечена в рекламе а компания здесь выступает помощником все бренды которые у них есть начиная там от подгузников заканчивая стиральным пирожком это то что просто маме помогает быть мамой и обслуживать будущих чемпионов вот ты сейчас рассказываешь сейчас я вам напомню кто видел это когда показывают как мама с помощью продукции вот этой большой компании в которую входят и стиральный порошок и подгузники и там и шампуни по моему да и всякие пенки как мама формирует чемпиона с помощью этих товаров очень круто да я вспомнила сейчас от ролик точно да ролик и таких на самом деле примеров очень много и работая в рекламном агентстве я увлекалась тоже разными направлениями в какой-то момент это были мероприятия потом стало большой частью моей жизни это история спортивного маркетинга потому что крупнейшие мероприятия в нашей стране мы проводили и начиная от спонсорских стратегий для больших компаний и заканчивая их реализацией как и ты уже сидишь на стадионе и видишь плод своих усилий представляешь от твоей идеи это все пришло уже вот и вот это все снимают и вот уже болельщики вот для них это праздник иногда это правда захватывающая максимальная история потому что иногда мы перестаем ценить ту идею которую мы создаем она как будто бы уходит на второй план но в момент проведения съемок либо мероприятия ты понимаешь что сколько людей ты сейчас взбодрил и возбудил то что люди пришли они получили кто-то работу да там чтобы снять какой-то большой ролик ты по сути инвестируешь в огромную команду и клиент это покупает и люди при работе и на выходе получается какой-то классный продукт который дальше помогает бизнесу развиваться поэтому я очень люблю рекламу я считаю ее роль недооцененной искренне и если посмотреть например кейсы каннских львов там же просто действительно произведение искусства именно так я отношусь к каждой картинке которая выходит из наших проектов которых я принимаю участие я знаю что у тебя есть потрясающие примеры именно проект в которых ты принимал участие сейчас мы об этом поговорим но давай для зрителей для меня внесем такую ясность маркетинг это реклама или не только маркетинг это набор инструментов на самом деле маркетинг это и пиар иногда маркетинг это управление репутацией иногда маркетинг это просто то как расставлен товар что такое управление репутацией ну мне кажется у меня ёкнуло сердце значит у меня здесь что-то не в порядке что такое управление репутацией ну зачастую бывает потеря связи с аудиторией например за счет сложившихся определенных обстоятельств или событий да и там репутационные риски которые понес бренд персональный неважно, или это там FMCG бренд, или это фэшн бренд, неважно. FMCG — это товар народного потребления. Поясняю. Ну, приведи какой-нибудь пример. Кто-то отравился йогуртом? Абсолютно. Кто-то отравился йогуртом. Либо, например... Это репутационный провал. Это репутационный провал, конечно. Либо, например, за брендом стоит конкретная личность, и бренд сильно персонализирован. Знаете, о чем я сейчас хочу? Вот паузу прям взять. Я же астролог, ты знаешь об этом? Ну, знаешь наверняка. Я хочу сказать вам, что у неё солнце в прекрасном знаке рак. А раки, они очень любят за всеми ухаживать. И вот ты даже сейчас говоришь, знаешь, вот об этом позаботиться, вот об этом позаботиться, вот это как-то подкрутить. Посмотрите, насколько человек в принципе свой знак зодиака туда тоже в свою деятельность размещает. Я не люблю концепции, многие астрологи... Тоже, это, кстати, очень маркетинговая история. Маркетинговая, прости. Я не люблю, когда астрологи говорят, так, все близнецы в журналисты, налево, все, значит, представители знака рыбы, идите вон в мореходку, значит, все раки, идите готовить супы. Потому что раки традиционно считаются знаком зодиака поваров. Там нянечки, медсестры. Вот, смотрите, маркетинг, ребята. Только такой заботливый, обволакивающий. Расскажи про... Мы с тобой это обсуждали. Расскажи про свой проект с известным брендом украшений. Можно не называть каким, но там то, что ты придумала, масштабное, интересное. Вообще, на самом деле, я как будто бы... Это же была не просто реклама. Вообще, я... Вот у меня сейчас в голову влетело порядка там 10 проектов разных. Давай расскажи про любой, который тебе запомнился больше всего, лично для тебя. Где не просто реклама, где именно вот все те смыслы, о которых ты сейчас рассказывала. И репутация, и вот это вот CTG. Всегда должен быть смысл. Иногда даже кажется, что его там нет. Иногда не нужно привязывать пустые смыслы, потому что потребитель не дурак. Это важное, наверное, что должен учитывать каждый коммуникационный стратег, либо маркетолог, либо человек, который пишет скрипты для рекламных роликов. А собственник? А? А собственник бизнеса? И собственник бизнеса в том числе. Потому что иногда мы слишком большую... точнее, слишком заигрываемся с продуктом. А люди любят, когда просто и понятно. И каждое слово, зашитое в твоем послании, должно нести пользу. Так же, как любая рекламная компания, которую ты предлагаешь для бренда, должна нести пользу. Первично ты не думаешь о том, с какой бюджет ты можешь принести агентству, неважно. Ты думаешь о том, как действительно помочь тому или иному клиенту, с какой задачей он справляется. И почему я говорила о том, что для меня прыжок в историю клиентского был достаточно серьезный, потому что в агентстве ты далеко не можешь погрузиться в бизнес клиента. Ты не до конца понимаешь действительно, что там стоит. Ну да, у тебя такая поверхностная задача, да? А когда в первый раз я оказалась непосредственно в стратегической команде, управляющей крупными московскими бизнесами, и нужно было принимать антикризисные решения, ты осознаешь вот эту силу пользы, и отсутствие буллшита, так скажем, в полный рост. Когда к тебе приходят люди, они не тратят твое время. Они очень целево подходят к решению конкретных задач. Это ценится максимально. И я сама стараюсь быть таким человеком, не заливать в уши, и не подсовывать стратегию там, где она не нужна. Если стратегия не нужна, и у бизнеса есть стратегия развиваться без стратегии, по другим совершенно правилам. Стратегия развиваться без стратегии. Это сто процентов мой случай. Да. И когда ты чувствуешь, что это не нужно, и что ограничения какие-либо и навязанные клише в данном случае не сработают, хотя в большинстве я верю, что стратегия, она, конечно, приводит к результату, проверена на опыте неоднократно. Это, знаешь, как? Если вы знаете цель, вам легче в нее... Ну, видите, да? Вам легче в нее целиться. Это позволяет иметь фокус. Это позволяет отбросить ненужное, наверное, да, и проставить правильные приоритеты. Потому что без правильно проставленных приоритетов можно просто, ну, выгореть в какой-то момент, пытаясь ухватиться за все возможные задачи и непременно их решить. А можно еще отравиться какими-нибудь трендами, которые тебе подходят. Абсолютно точно. Мне кажется, в рекламе это вообще очень частая история. Абсолютно точно, потому что все в какой-то момент начинают жить конкретно вот этими самыми трендами, от которых начинают подташнивать. Три года назад все начали увлекаться кей-попом и китайскими, и корейскими роликами. Все начали делать вот именно в таком формате яркие рекламы, от которых в какой-то уже действительно момент стало, ну, просто дурно. Все бренды смешались между собой, появилась просто братская могила, наборы маркетплейсов либо там банковских сервисов даже, которые прибегали к таким же форматам. И что значит стратегия? Это не всегда набор конкретных инструментов. Я считаю, что стратегия должна быть гибкой, потому что мы... Маркетинг — это самая быстро устаревающая профессия. Тебе нужно все время быть в курсе всего, что происходит. Тебе нужно все время развиваться, смотреть, прокачивать свою насмотренность, свои знания, смотреть на кейсы. И стратегия — это не про то, чтобы вот мы сказали, круглые нести, квадратные оттолкать, и мы вот так вот будем делать. Нет, это про то, что ты просто имеешь свои границы, границы своего бренда, с уважением относишься к той аудитории, которая тебя уже выбрала и которая является ядром, и ты ее прежде всего не расколбашиваешь, и бренду своему не изменяешь. Стратегия — это проверность, по большому счету. Мы выбрали вот этот путь, мы выбрали эту коммуникацию, мы выбрали таким свой образ, такую миссию, которую мы несем для потребителя, и мы ее придерживаемся. Все остальные инструменты — это как набор, которым ты можешь себя обложить сегодня так, а в следующем году по-другому. Но в любом случае твой посыл, он не меняется. И твой клиент останется с тобой. И твой клиент останется с тобой. Это я сейчас что-то процитирую, то ли книжка, то ли фильм «Клиенты на всю жизнь». Клиенты на всю жизнь. Это вообще маркетинг — это про уважение клиентам, это не про втёщивание, стратегия имеет значение. Мне очень нравится этот подход. Мне кажется, он настолько такой, как сейчас модно говорить, скажу в тренде, экологичный. Ну правда, слушай, вот не заставлять, вовлекать, обтекать, показывать с лучшей стороны себя. Мне кажется, это как, я не знаю, может быть, в личной жизни. Знаешь, все женщины такие хорошие до свадьбы. Это прям маркетинг. Девочки, мы все этим владеем. Вот она, маркетинговая стратегия. Хорошо, подожди, я тебя все время перебиваю и сбиваю тебя с твоего повесования. Значит, все началось с девушки из Первого канала. Дадим им еще одну рекламу. Потом ты пошла в агентство, где ты занималась кейсами нескольких клиентов. Потом ты поменяла, ты пошла на позицию именно маркетинг-директора. И дальше... Слушай, знаешь, как у меня мысль появилась сейчас? Быстро тебе скажу, пока не убежала она. Мне кажется, все, что ты рассказываешь, это как раз и есть та профессия будущего. Нас же сейчас пугают, что профессии вымирят. А это же не вымирит. Ты понимаешь, что это невозможно заменить не искусственным интеллектом? Понимаешь? Да. Мне кажется, такое понятие, как эмпатия, она тоже должна стоять впереди любой... Потому что мы про коммуникацию говорим. Прежде всего, понятно, инструменты могут быть разные. Но коммуникация и та самая экологичность, они супер важны. И честность. И я очень верю в искусственный интеллект. Я считаю, что это огромная помощь человечеству для того, чтобы просто операционно, наверное, ускорить то, что мы можем делать, зачастую тратя огромный ресурс. Ну, в твоей профессии это что? Написание текстов? Написание текстов это тоже довольно-таки тонкая материя. Потому что машина никогда не поймёт человека глубоко. Только человек человека может понять. В каком плане для меня я расцениваю это как помощь? Потому что иногда это возможность посмотреть через призму. Это знаете, почему мы учимся в школе? Почему нужно учиться в школе и не сопротивляться физике и химии? Потому что через призму химии или физики ты можешь посмотреть на мир по-другому. Через физические процессы совершенно интересно смотреть на мир. Это тоже какое-то выстраивание причинно-следственных связей. Базовые, начальные хотя бы. И почему бы не посмотреть на мир глазами искусственного интеллекта? Это просто развитие твоего кругозора. А там, где это может быть релевантно для бренда, почему бы это не применить? Почему бы не сделать из этого тоже классный кейс? Отвергать это бессмысленно. То, что это будет развиваться, это супер. Для нас это тоже развитие. А ещё, мне кажется, это хороший пинок для развития человечества в принципе, потому что когда ты попадаешь в рисковую ситуацию и у тебя горает одно место, что ты можешь стать в какой-то момент неактуален, несовременен и нерелевантен, ты идёшь и развиваешься дальше. Тебе хочется обогнать эту машину. Это же просто уровни человеческой потребности. Понимать, что ты в безопасности, что у тебя не подсидит какая-то машина. И искусственный интеллект. Но давай докажем, что тебя-то точно не подсидит на самом деле. Какой-нибудь, какой-нибудь твой очень классный случай, кейс из твоей практики? То, что ты любишь. Я не хочу тебя заставлять мой любимый рассказывать, но расскажи тот, который ты любишь. Так случилось, что я часто попадала в компании, которые испытывали кризис. И я на самом деле максимально благодарна именно этому опыту. Потому что делать что-то с деньгами – это просто. Делать что-то без денег – это сложно. И чтобы сделать что-то без денег, и чтобы об этом рассказали, нужно приложить недюжий, значит, креатив и сноровку, смекалку для того, чтобы действительно в наровном месте ты смог сделать кейс тот самый. и я очень любила и по-прежнему люблю бренд «Пандора». «Пандора». «Пандора», да, можно говорить. В котором мне посчастливилось работать. И когда я пришла в команду, у бизнеса была реструктуризация, так скажем. И на уровне взаимодействия с глобальным офисом, и на уровне трансформации бизнеса перед клиентом. И вообще, в принципе, такая была турбулентная довольно-таки история. И вера была в бренд настолько большая, что останавливаться в проектах, несмотря на то, что маркетинговый бюджет был довольно-таки консервативный, так скажем, и распределен на традиционные каналы, хотелось что-то делать, ну вот, какое-то такое удивительное. И вовлекать совершенно потрясающих персонажей, и приходилось тоже как раз искать инфоповоды. Креативить, короче. Креативить, да. И однажды наша огромная государственная компания, это Московское метро, обратились в Пандору для того, чтобы сделать шарм для метро. Так, кто не помнит, кто не знает, шармы, это вот браслеты, и на них висели шармики. Ну просто у меня такого браслета не было, я что-то как-то не попала в эту модную струю. Но, наверное, многие сейчас, пишите в комментариях, кто помнит эти Пандоры, вот-вот, пожалуйста, вам человек, который был причастен. И, ну, производство в Таиланде, цикл от создания дизайна до того, чтобы уже на полку попал конкретный шарм, достаточно долгий, это год, а может быть и два. И, соответственно, идея сделать шарм не зашла, а то, что это метро и один из самых пиарабельных объектов в нашей стране, меня сильно зацепило. Каких? Пиарабельных. Хорошо. Это косноязычное слово подразумевает. Абсолютно. Это про то самое, что ты рассказывала, где есть коллаборации. Кстати, вот со словом коллаборации ты у меня больше всего ассоциируешься. Ну, ладно, это мы потом, если что, расскажем уже отдельно. Хорошо, метро, шарм не сделать никак, цикл производства большой, а что опиарабельность нужно взять. Абсолютно. Поэтому у нас в Пандоре была одна из самых популярных в мире коллекции. Коллекция это лицензионная история с Гарри Поттером. Гарри Поттером. Гарри Поттер это платформа 9,75 и сразу попахивает поездами, как будто, да, и тут же попахивает и метро. Ты сейчас говоришь с человеком, который вообще не в курсе Гарри Поттера, но я понимаю, что что-то оттуда. Вот. Да, там была волшебная платформа 9,75 через которую собственно ученики попадали в волшебники. Попадали в Хогвартс. Хогвартс это как раз университет. Я слышала, да. И здесь же тут же в моменте родилась идея, что мы сделаем на самой красивой исторической станции метро Маяковская ночную фотосессию, где мы возьмем совершенно потрясающих героев и будем наряжать их как раз в костюмы из Гарри Поттера. И у нас был потрясающий состав каст людей, которые ради... А, дальше мы эти картины, фотографии оживляли. Естественно, все ребята были действительно стилизованы под фильм Гарри Поттера. Мы выставили такой же точно свет. Мы сделали потрясающий сэрдизайн, сделали из этого произведения искусства, которые повесили на станции метро выставочная. Поставили самовоспроизводимый рояль, который играл музыку из Гарри Поттера. И люди бесплатно могли ходить целый месяц смотреть на эту выставку, на эти картины, наводить на них экран телефона. Картины оживали. Были потрясающие герои. Иваря Шмыкова, Рома Уваров, дизайнер, Даша Мельникова, папина дочка, актриса. В общем, там Янге моя любимейшая. И всё выглядело настолько здорово. И ещё немаловажный фактор, надо было про это сначала на самом деле сказать, я что-то упустила, почему про Гарри Поттера ещё 2 мая исторически во всём мире празднует День Гарри Поттера, Всемирный День Гарри Поттера. Я не знала. А в России по-прежнему книга Гарри Поттера самая топовая по продажам. Соответственно, сделать такой подарок любителям, и это огромный процент нашей аудитории, кто увлечён Баттерианой. Скорее всего, все, кроме меня. Ну ничего. Это ваши продажи подняло? Это вообще повлияло на информационное внимание высокое к бренду в тот момент, когда он испытывал в этом дефицит. Кризис. То есть смотрите, что она сделала. Вот что такое маркетинг. Это не просто определили бюджет и поехали что-то пилить, нанимать селебрити, снимать в... Все селебры снимались бесплатно, надо признать. За идею. Это была идея. Им это так понравилось. Это, видите, про то, что маркетолог узнаёт, что цикл производства слишком большой, а упускать случай нельзя. И поэтому он такую креативную идею заряжает, которая, ну ладно там продажи, к бренду притянула внимание, значительно снизила кризис. Вот вам, пожалуйста, что такое серьёзный подход к маркетингу. Да, и это же тоже про объединение на самом деле. Идея, она рождается, она всегда нуждается в подпитке через объединение правильных людей, правильных брендов иногда, правильных партнёров. И в объединении я вообще считаю силу огромную всего, того, что происходит на уровне как раз того самого маркетинга. Мне кажется, поэтому ты у меня всегда ассоциировалась со словом коллаборации, потому что я много знаю о таких случаях про неё, просто это такая очень кулуарная история, и она всегда доступна для вас, эта история, если вы к ней лично обратитесь, к Лене, да? Да. Мне кажется, вообще вот даже твоя имя, фамилия Лена Козыренко уже звучит как бренд. Вот так услышишь тебе родиться, понимаешь, ты уже с маркетинговой такой вот подачей. Спасибо. Очень интересная у тебя концепция, подход к твоей собственной работе. Расскажи мне, пожалуйста, я поняла, что тебя искусственный интеллект не пугает. Что дальше будет с тобой, с твоей профессией? Какие у тебя планы? Сейчас я максимально рада тому, что я являюсь маркетинговым директором в бренде Монохром, который люблю нежно и горячо одновременно уже на протяжении семи лет с момента его основания. И помимо этого опять же я никого не люблю догонять пользой и помощью и даю ребятам ровно то, что им необходимо. Со своей стороны пытаюсь дать больше, когда тоже чувствую в этом определенные потребности, необходимость что-то усилить. Но я понимаю, что помимо этого я могу дать пользу еще разным брендам, которые, слава богу, ко мне обращаются, обращаются со сопровождением. Мы придумываем как раз на разных стадиях бренда совершенно различные стратегии. У меня есть бренды, которые только-только вышли на рынок, только выходят. Есть бренды огромные, которые нуждаются даже в бизнесе, уже в стратегиях, наверное, которые также ангажируют меня в команду, и я принимаю в этом участие. Тебя можно привлечь? Меня можно привлечь. Под определенную цель либо под просто оживить данный бизнес? Наверное, мой агентский опыт здесь дает о себе знать, потому что я исторически работала с несколькими брендами. И на самом деле это хорошо питает мозги. Ты можешь опыт брать в одной команде и применять его в другой команде. И это всегда несет только большую пользу, потому что накопленные знания в разных сферах, в разных направлениях, на разных, опять же, стадиях бизнеса, как кризисных, так вообще в зачаточном состоянии, в совершенно успешном, например, как у монохрома сейчас происходит, это потрясающий рост, совершенно успешный бренд, и это тоже другой опыт, это тоже совершенно иной подход к тому, как ты коммуницируешь. И везде разные задачи, и мне очень нравится растягивать себя в моменте на решение совершенно разных ситуаций и достижение совершенно разных целей. И меня это сильно мотивирует, конечно. И когда я вижу, как мои любимые бренды, клиенты, мои команды получают выгоду от нашего совместного сотрудничества, для меня это, наверное, то, что я бы хотела сохранить. Иногда я, точнее, часто ловила себя на мысли, что, ну, как будто оставаться в инфантильной немножко позиции и образе девочки в 40 лет будучи. История, конечно, но я вот смотрю на любимейшую Татьяну Черниговскую, которая максимально глубока в детской психологии, да и не только, является актуальнейшим и будет навсегда максимально актуальнейшим специалистом, сколько бы ей не исполнилось лет. Насколько жив ее мозг, насколько она разносторонняя. И это тоже ведь история про то, что она работает с разными кейсами. Наверное, вот эта стратегия мне очень близка. А не в психологии, а в маркетинге. Я хочу по-прежнему напитывать себя и копить тот опыт бесценный, который мне полезен и полезен ребятам, брендам, коллегам и компаниям, с которыми я сотрудничаю. Слушай, мне как-то после нашей беседы стало более понятно. Я правда считала, что все вот эти посты написать, фоточки подобрать, уже можно. Нет, нельзя. Без тебя уже не справишься, понимаешь? То есть вот такие специалисты, я понимаю, что есть более глубокие способы рассказать о себе, о своем продукте, правильно себя преподнести. Ну и вот это слово пиарабельность. Пиарабельность. Все. Мне это... Ты можешь мне помочь? Мне нужна пиарабельность срочно. Я чувствую, что она мне необходима. Пиарабельность уже вошла в наш чат. Она уже с нами. Спасибо тебе огромное за беседу. Спасибо. Мы оставим твои контакты в описании под этим видео, для того, чтобы можно было с тобой связаться и предложить себе, тебе какой-нибудь необычный проект. Ты их любишь. У тебя их много, и она их коллекционирует. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Спасибо большое.